Подошла к концу первая четверть. Школьники ушли на осенние каникулы. Однако десятый лицей города Ставрополя на это время не опустеет. Здесь останутся рабочие, ведь в школе подходит к завершению масштабный капитальный ремонт. Этому зданию более 120 лет. В конце 19 века построить его предписал в своем духовном завещании благотворитель Лавр Павлов. Это было бесплатное двухклассное училище на 50 детей. Сейчас здесь обучается уже не полсотни, а 614 школьников. А капитальный ремонт здания не проводился более 70 лет. Проводились косметические ремонты, естественно, ежегодно менялись окна, частично крыша. Но капитального ремонта не было давно. Поэтому для безопасных условий эксплуатации и для детей, в первую очередь, для родителей, необходимо было провести капитальный ремонт. В лицее поменяли все коммуникации и крышу, а также обновили столовую и несколько кабинетов. Сейчас подходит к концу ремонт спортзала. С трудом можно представить, что в 19 веке здесь располагалась конюшня. Уже со второй четверти дети будут заниматься в новом оборудованном спортзале. Капремонт начался еще в октябре прошлого года. Работы ведутся поэтапно, чтобы не нарушить учебный процесс. За ходом ремонта тщательно следят депутаты Ставропольской городской думы. В основном вся работа уже сделана. Помещения, которые необходимо было отремонтировать, уже отремонтированы. В данный момент ведется и ремонт фасада здания. Здание представляет собой историческую ценность. И дабы не нарушить эту историческую привлекательность нашего города, все необходимые ремонтные работы ведутся в соответствии с теми нормами закона, которые необходимы. Социально важным объектам в Ставрополе уделяется особое внимание. В разных районах города появляется все больше новых детских садов и школ. Однако и об учреждениях с богатой историей тоже не забывают. На их ремонт и восстановление регулярно выделяются деньги из муниципального бюджета. Потому что комфорт и безопасность детей прежде всего. Дарья Семиренко, Максим Квитковский, АТВ Ставрополь.